Дорожные знаки Однажды папа и котята ехали на машине домой Папа, а почему у табличков не рисованы стрелочки? Хе-хе, Коржик, это не просто таблички и стрелочки, это дорожные знаки А зачем они нужны? Дорожные знаки помогают правильно вести машину Они указывают, где можно ездить, а где нельзя А это на кто-то взял? Ой, что за новости? Это кирпич Это значит, что на эту дорогу въезжать нельзя На дороге много знаков Я долго запоминал их, когда учился водить машину Хм, а давайте мы тоже улучшим дорожные знаки И тогда нам не придется учить их воду, когда мы решим ездить на машине Дорожные знаки Тиу-тиу-тиу-тиу-тиу Тут можно будет ездить тачка вперед А тут разворот А тут можно съесть остановку В треховье можно будет ездить только по кругу А перед кухней мы повесим кирпич, чтобы не мешать маме Только не пропала Ду-тиу-тиу-тиу Аяп Ты тут не должна ехать У меня не wrapping Это значит, что ты должна развернуться и ехать к дивану Так, тут проезда нет, но и знак разворота тоже не стоит, придется ехать задом. Внимание, внимание, круговое движение, круговое движение, все, все устало, тут нет на кондоровке, дайте проехать. Котятки, что случилось? О, похоже у нас тут столкновение автомобилей. Это все из-за дорожных знаков. Мы разнесли их по дому, чтобы выучить. Но ездить по знакам как-то сложно, без них было бы проще. Ну что вы, котятки, просто вешать знаки надо с умом. И тогда они будут помогать автомобилистам, а не мешать им. Есть мысли надо делать, крысь, папа, так и решать мы их все в мете. Пусть он помогает нам правильнее развесить. Отличная идея, Карамелька. На самом деле знаков очень много, но я расскажу вам про самые главные. Начнем со знака главная дорога. Он означает, что тому, кто едет по такой дороге, другие водители всегда должны уступать. А это знак крутой подъем. Подниматься вверх сложнее, чем спускаться вниз. Поэтому тот, кто наверху, должен уступить дорогу тому, кто едет снизу. Ну, а знак кирпич мы повесим на дверь в туалет. Туда все же лучше не въезжать на машине. Папа и котята разнестили еще несколько знаков по всему дому. И котята начали водить свои машинки, стараясь соблюдать все правила. Коржик предупреждает о том, что он производит дорожные работы. Маму пропускают на пешеходном переходе. А Карамелька регулирует движение с помощью светофора. Ну что ж, котятки, из вас выйдут отличные водители. Давайте попьем чаю, и я расскажу вам про другие дорожные знаки. Ставьте свои машинки на бесплатную парковку.